Добрый день. Сегодня мы с вами рассмотрим систему PIXBI. Это российская селф-сервис система бизнес-анализа. Давайте рассмотрим из каких разделов она состоит. У нас есть главная страница, где присутствуют либо избранные дашборды, либо часто используемые и также полезные ссылки. Раздел с директориями. Где находятся наши приложения? Раздел администрирования. Он доступен тем, у кого есть доступ в раздел администрирования. Как таковых администраторов в системе нет и админские права может получить любой пользователь, которому они будут предоставлены в разделе правила администрирования. Эти разделы можно настраивать как все, так и по отдельности. То есть пользователь может получить доступ как ко всем разделам, так и к какому-то определенному. Рассматривая раздел данные, мы видим тут набор данных и источники данных. В системе присутствует несколько источников данных. Такие как API, это RESTAPI, база данных, ClickHouse, Microsoft, ODBC, Oracle и PostgreSQL. И файлы это CSV, Excel, JSON, ClickFile, C, XML. Данные в систему загружаются либо напрямую, либо с загрузкой в хранилище. Хранилище представляет себя либо с UBD на PostgreSQL, либо на ClickHouse, в зависимости от того, как вы хотите. Сегодня мы с вами ближе рассмотрим такой домостейн, как банковскую сферу. В банковской сфере есть модель данных, которая состоит из следующих таблиц. Это фактовая таблица и два справочника. Мы можем настраивать связи в данных таблицах. Для того, чтобы настроить связь, мы можем выбрать либо по кнопке сверху и выбрать нужные поля, также выбрав связь. На данный момент в системе отсутствует связь многие ко многим. Либо просто перетащить, и эти поля автоматически будут сформированы в нашем меню. Также можем редактировать текущую связь. Рассматривая более детально модель данных и PixETL, мы можем отредактировать нашу таблицу. Изменить тип поля, либо удалить столбец, если он нам не нужен. Также удалить дубликат и группировать. Все преобразования отображаются в отдельное поле. Как, например, вот здесь у меня был столбец Departament City Geoinfo. Мне необходимо было разделить его на два столбца. С помощью преобразования я это сделал. И теперь у меня есть два отдельных столбца, которые я могу использовать в дальнейшем. Также это удобно, допустим, если у вас есть один столбец с фамилиями и отчеством. Вы также можете разделить его на три отдельных столбца. Также присутствует еще обновление наших данных. Мы можем настроить как его по часовому поясу. И по интервалу. Рассматривая сам дашборд, мы можем видеть такие виджеты, как фильтры, карточки, график, горизонтальную диаграмму и воронку. На данный момент в системе присутствуют следующие виджеты. Линейный график, диаграмма с областями, столбчатая диаграмма, горизонтальная диаграмма, круговая диаграмма, прямая сводная таблицы, карточка, спидометр, пузырьковая диаграмма, фильтры, картинка, комбо-график, каскадная диаграмма и JavaScript виджет. Геокарта, кнопка, контейнер и тепловая карта. Как видите, воронка отсутствует из коробки и она была добавлена через JavaScript. Система использует библиотеку eCharts, поэтому можем добавить оттуда любой виджет и настроить под наши нужды. В системе PIXBI используется сквозная фильтрация. Это позволяет нам, используя фильтры, выбрать то, что нам необходимо и переходя на следующую страницу, данные фильтра будут автоматически сохранены. Также в системе присутствуют закладки. Мы можем создать текущую закладку и сделать ее либо общедоступной, либо она будет персональной только для нас. После того как мы ее создали, мы можем перезагрузить страницу, будто бы мы первый раз зашли на данный дашборд и применить нашу закладку. Автоматически будут применены те фильтры, которые были сохранены у нас в закладке. Рассматривая страницу с детализацией, мы видим такие виджеты, как фильтры, прямая таблица, контейнер, где находится обычная геокарта и тепловая карта и столбчатые диаграммы. Также фильтровать значения в виджетах можно через нажатие на показатели. Допустим, я выбираю полянку и у меня автоматически пристраиваются все виджеты. Также в системе можно разворачивать на весь экран виджет для более удобного просмотра. В системе для построения мер или расчетных показателей используется язык PIXMETA. Он очень похож на язык CLICKSENSE. Данная мера у нас считает план с учетом фильтра по полю продукт со значением кредит. Также каждый виджет можно настраивать, применять к нему какую-то логику. Мы рассмотрели применение системы PIXBI в банковской сфере. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok